Всем привет! С вами снова Александр. Я сегодня вам расскажу о новиночке от компании Hainer. Она новиночкой у самого бренда и в магазине Мир Автокресел. Она тоже недавно появилась, так как у Hainer тоже новиночкой является. Это одно из самых популярных кресел в категории 2.3 у этого бренда. Модель называется Maxi-Fix Aero. Есть точно такая же модель без изофикса. И причем точно такая же модель без изофикса получила очень хорошие оценки на ADACI. И сейчас появилась эта же модель, но с изофиксом. Тем самым безопасность в коей-то мере тоже немножечко доулучшилась. Хотя в 2-3 категории эффективность не так велика, как в младших группах. Но все же это комфортнее, удобнее и надежнее. Поэтому я ролик, обзор на модель без изофикса добавлю в описании, если хотите, пройдите, посмотрите. Сегодня немножечко напомню вам, что это за кресло на примере модели с изофиксом. 2-3 категории с 15 кг до 36 кг. Это у нас где-то с 3-4 лет, то бишь с метра роста и до 12 лет. Купили, забыли. Собственно, что мы имеем? Кресло в 2-3 категории без внутренних ремней. Крепится все взрослым ремнем. Чуть позже покажу. Давайте сразу про ткань скажу. В Хейнере мне всегда нравилась ткань. Они действительно делают ткань. Летом ребенок особо не преет. Зимой она не бывает ледяной какой-то. Вот какая-то такая действительно ткань очень интересная и качественная. Тактильная, где ребеночек касается, типа микрофибры, вот бархата такого, здорово, короче говоря. И вся средняя часть, она сделана из такой сеточки дышащей, чтобы летом спинка, попа, головка не прела, скажем так. Вот. Так. Что касается наклона, здесь есть небольшой свободный ход у спинки. И вы можете немножечко принять положение спинки автомобильного сидения. Если оно у вас даже немножко регулируется, то можно немножечко больше отодвинуть. Много не позволит, конечно, это кресло. Но положение отдыха здесь реализовано нормально. Вот. Давайте посмотрим, что у нас здесь за система. Здесь стоит система крепления Isofix. Это полноценная жесткая система. Это не ремешки с крючками, ничего подобного. Нормальный полноценный Isofix. Жесткий. Нам, соответственно, чтобы установить, нужно всего лишь навсего защелкнуть. Все, установка завершена. Далее нам нужно посадить сюда ребеночка. Напоминаю, со 100 сантиметров роста. И пристегнуть его взрослым ремнем. Как вот вы себя пристегиваете в автомобиле, то же самое нужно сделать и здесь. Единственный очень важный момент здесь в подголовнике. Вот отсюда, посмотрите, вот здесь вот есть такая щель. И сюда нам нужно обязательно пропустить ремень. Это направляющий для ремня, взрослого автомобильного ремня. Это очень важный момент, даже, наверное, самый важный момент при установке. Обязательно нужно пропустить ремень здесь, потому что, если вы не пропустите ремень здесь, где надо, он так и называется, направляющий для ремня. Если вы там не проведете, при ДТП ремень попадет на горло. А вот эта система, направляющая, уберегает от этого. И нужно подголовник отрегулировать таким образом, чтобы голова, плечо и расстояние от плеча ребенка до подголовника было желательно не больше двух пальцев. А иначе выше поднимете, и уже на горло попадает ремень. Допустить этого ни в коем случае нельзя. Так, ну, собственно, по креплению ребенка, по креслу мы с вами все посмотрели. Вот. По большому счету, добавить мне больше здесь нечего. В двух словах, повторюсь, я очень уважительно отношусь к бренду Хейнер. Он действительно из такого незаметного бренда, как мелькнуло что-то, исчезло, превратился... Ну, он не исчезал, конечно. Конечно, превратился в полноценного, мощного конкурента топовым немецким брендом. Сами знаете, каких брендов. Вот. Не из таких еле-еле догоняющих прямых конкуренты превратился. В них часто появляются новые модели, они делают хорошие ткани. Вот час обновления линейки произошло. В общем, не стоят на месте. И качественно делают. Поэтому я смело рекомендовал бы вам обратить внимание на это кресло. Вообще, у Хейнера удивительное соотношение цена-качество. Его конкуренты, скажем так, немецкие, о которых я говорил ранее, стоят обычно ощутимо дороже. Прямой конкурент с такими же характеристиками, возможностями, стоит дороже. Ощутимо. Вот поэтому я говорю, цена-качество у Хейнера всегда прям вообще рулит. Они делают в этом плане очень круто, молодцы. И посадка. Здесь очень крутая посадка. В лужном положении подлокотники. Ну, то бишь, это не одно название. Это нормальный подлокотник. Длинная сидушка. Ножки не провисают особо. В общем, комфорту здесь придраться сложно. И качество тоже. Поэтому ищите подобное кресло. Цена-качество соотношений. И немца. Вот вам, пожалуйста, Хейнер Макси Фикс Айрон. Вот. В принципе, все. Если это видео вам было полезно, вы что-то интересное для себя подчеркнули, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Это очень помогает мне делать для вас больше обзоров. И, соответственно, хочу пожелать хорошего, грамотного выбора. Кресло для вашего ребенка. До свидания. Продолжение следует.